Новое видео выходит каждый день в 20.00 Вы знаете, дело в том, что вот совсем недавно, вот буквально 9 августа, мне написал редактор журнала Самворл, того самого журнала, из которого я беру материал для большинства выпусков новостей, ну вернее для всех выпусков новостей, и там для некоторых роликов на моём канале. Если вы не знаете, там для каких роликов использована информация из журнала Самворл, то знайте, что там, где указана ссылка на этот самый Самворл, значит информация была взята вот именно оттуда, даже если я в ролике ничего про это не сказал. Ну так вот, пишет мне этот самый редактор, Роман его зовут, и говорит, мол, слушай, мои дайджесты, они предназначены для такой, ну, локальной, так скажем, аудитории, и поэтому я думаю, что тебе нужно будет в скором времени писать самому сценарий, для того, чтобы популярность не продолжила падать, хотя у меня в принципе популярности никакой не было, и в принципе просмотры, такая вещь сегодня они есть, завтра их нету, завтра у тебя там 20 тысяч просмотров, послезавтра у тебя там 100 просмотров, ну в общем-то это работает как-то вот именно так. Я решил, что раз канон вот этого самого плейлиста, вот этого самого, а я не знаю, серии видеороликов на моем канале, если он заканчивается, то есть я же не могу вот делать видеоролики как Ярослав Брулев, я же в самом деле, то есть у меня-то, как бы мои дайджесты, они будут все равно лучше, чем у Ярослава Брулева, даже если всю информацию я буду брать из одного журнала Самворл и так далее. И вы знаете, вот я подумал, что раз канон разрушается, то есть канон был какой, что все новости для всех своих вот дайджестов я беру именно вот из этого самого журнала под названием Самворл. И вот вследствие этого, вследствие этого я записываю вот свои вот эти вот самые выпуски новостей, вот эти вот свои видеодайджесты или там еще что-то наподобие того и в принципе многое другое. И раз уж канон разрушается, то я не вижу смысла продолжать вот это вот самое бесполезное, беспринципное шоу. Ну, возможно, возможно, в будущем будет какой-то, я не знаю, второй сезон Самп Ньюса, как в скором времени будет второй сезон Самп Обзора и вот многого-многого другого. Конечно, жалко, что мы не успели плодотворно посотрудничать с Самворлдом, там, вроде как мы должны были в скором времени или не в скором времени, там, обмениваться какими-то информационными ресурсами, мол, я оставлю ссылку на них, они там публикуют меня у себя в журнале и типа вот все наподобие того. И вот давайте так, чтобы люди, которые пришли на этот канал за Самп Ньюсом, а это, кстати, так, с каждого нового выпуска Самп Ньюс там подписывается, ну, по одному человеку, как минимум, если верить статистике, и, в общем-то, люди, которые пришли сюда именно за Самп Ньюсами, чтобы их не расстраивать, я сделаю последний, заключительный выпуск Самп Ньюса. И главное, вот помните, что если выпуск вам покажется каким-то плохим, каким-то, ну, хуёвым, каким-то, я не знаю, прям вот, ну, непонятно вообще каким, непонятно зачем его выпускают, непонятно как вот оно всё делается, то я хочу, чтобы вы просто знали, что даже, если этот самый, последний выпуск Самп Ньюс будет плохим, то знайте, вот просто знайте, что это всё равно будет намного лучше, чем у Брулёва, который записывает свои новости на фоне кровати. Хуйяры! Так же этот фильмки-богрик хочет добить к лету 20 пресс подписчиков. Пододал гондон. Быстро в машину, дура. Окей, садись. Ну, что у вас же большинство зрителей, как у население YouTube это нравится. Итак, сегодня у нас дайджест за 9 августа. Это скриншот с тестового сервера Амулета. Зачем он здесь? Просто я решил напомнить о проекте. Ребята обещали учесть ошибки и открыться 1 августа. А теперь смотри на календарь. Уверен, это было ожидаемо для тебя. Я вроде в каком-то дайджесте уже рассказывал про этот Амулет Ролиплей, по-моему, когда вот как раз-таки было небольшой затишь. Я в этом самом вот Сампнюс, в около там 2 недели или около того, я вернулся и вот как раз рассказывал про этот самый Амулет. Я уже не помню, что я тогда рассказывал, но в принципе какая уже от этого разница. Уже разницы абсолютно никакой, ведь это последний выпуск Сампнюс. И даже если, даже если Амулет Ролиплей не откроется, он все равно будет намного лучше, чем какие-то, вот знаете, вот выпуски новостей у Ярослава Брулева. Хочу вам вот просто вот так вот напомнить. States Ролиплей. И еще одна новость из подобной рубрики. States Ролиплей окончательно закрывается. Владелец выставил проект на продажу и ушел разрабатывать States в КРМП и другой проект в Самп. Видимо, я не помню или даже не знаю об этом сервере, об этом проекте, потому что не читал предыдущие дайджесты или вообще даже не знал, что такой проект существует, потому что, ну как уже сказал редактор, то есть, вернее, дайджесты, они для такой, знаете, локальной аудитории, а я, знаете, видимо не особо в эту локальную аудиторию вхожу и типа, ну а почему бы и нет? А почему бы и нет? Ну в самом деле, ну я думаю, что вы меня понимаете. Проект открывался четыре раза, а может даже больше. Забавно, что за все эти четыре раза я ни разу о нем не слышал. Ну ладно. За это время он обрел не лучшую репутацию и потерял доверие публике. Я думаю, не стоит говорить о том, что я даже не знал об этом проекте, так как доверие он мою потерять в принципе него. Ну ладно, ладно, возможно, что у данного проекта была какая-то своя аудитория. Возможно, что данный проект, он хотел что-то там масштабное, грандиозное, просто непревзойденное сделать и не смог это сделать. Ну, не важно. Если есть что рассказать про States напоследок, то милости прошу в комментарии. И тут прикреплен пост, вы сейчас можете его почитать. Вот он всплыл где-то слева, справа, сбоку, сверху, на весь экран, вот. Либо вообще не встал. Да это, в общем-то, уже и не важно. Ведь даже если я не прикреплю вот этот вот самый скриншот с последним вот States Roleplay, вот с этим вот самым проектом в GTA Samp, который там открывался, закрывался, с которым там были еще какие-то вот всякие проблемы связаны, то в принципе, ну ладно. Это все равно будет же намного лучше, чем новости Брулева. Новости Брулева-то, они же давно уже завершились. То есть новостей у Брулева не выходило уже сколько? Порядка нескольких месяцев. А у меня вот это вот последний выпуск новостей. Я вам при этом открыто заявляю, что это последний выпуск новостей, что больше подобных выпусков не будет. Наверное, больше никогда, за исключением того, если там не будет какой-то второй сезон или вроде того. Однако, ладно. Beverly Project. В группе проекта рассказали о донат-политике. Из доната на сервер будет VIP-статусы, купоны и возможность купить кастомный скин, машину или аксессуар. Ну, замечательно, мне кажется, это охуительно, в отличие от какого-нибудь там, знаете ли, Андрея Ринга, который такой типа, ну, я не хочу вводить VIP-статусы, потому что что, а потому что непонятно что, потому что это вроде как развод людей на донат. Непонятно, какой развод. Непонятно, какая там вот эта вот адванс роли-плей донат-машина или еще что-то наподобие того. Ну, в самом деле, ну, вот, блядь, ну, вот, развод. Вот просто, сука, развод и все на этом. Ну, если развод для Андрея Ринга, это не значит, что развод для Beverly Project, который, кстати, теперь существует в МТА, там, и не только в МТА, возможно, еще в каких-нибудь других апостасиях, там, я не знаю, в еще каких-нибудь других обстоятельствах и во всем, во всем, во всем прочем. Что до экономики, то стартовых работ не будет. А во время открытия будет возможность получить стартовый капитал. Также обещают максимально приближенные к реальным значениям цены. А тут важно понимать, к реальным значениям американских цен или к реальным значениям русских цен, ну, просто это в самом деле, типа, понятия такие растяжимы, типа, реальные значения цен в Америке и в России, они как бы отличаются, а разработчики Beverly Project, насколько я могу знать, из России, ну, или даже не из России, там, допустим, из стран СНГ, ну, я не знаю. Но это не так уж и важно. Потому что что? Потому что Beverly Project все равно находится в МТА, а не в Сампе. И какая вам, заядлым Самперам, разница, там, будет реальная вот эта вот цена приближена к реальной жизни или не к реальной жизни? Я думаю, что это уже, ну, абсолютно не важно. Тринити GTA. Тем временем, на Тринити проблемы с хостингом. Об этом можно почитать в посте ниже. Однако, интересны не столько проблемы, сколько обещание выпустить завтра новое обновление. Ждем. И дайджест был за 9 августа, вот. А сегодня у нас уже какой? 11 августа. Я не знаю, выпустили ли они какое-нибудь обновление или наподобие того. И, наверное, все-таки что-то подобное. Да, обновление от 10 августа тут есть. Я надеюсь, что в будущем редактор, так сказать, напишет про это самое обновление в своем новом дайджесте. И, к сожалению, вы уже не сможете послушать, так сказать, видео-версию вот этого самого дайджеста, для того, чтобы самому не читать, для того, чтобы посмотреть вот так вот, там, на все вот это вот то, что там творится. И, в общем-то, это была последняя новость за 9 августа. Это была последняя новость в последнем дайджесте. И что я думаю? Что я думаю по поводу последней новости? Я думаю, что Тринити GTA молодцы. Даже несмотря на то, что у них были проблемы с хостингом, они все равно решили выпустить обновление. И, красавцы, в самом деле молодцы. Всем бы такого терпения, здравия, там, или еще чего-нибудь подобного. Я очень счастлив за Тринити Ролеплей, и Тринити GTA, и Тринити, там, ДМ какие-нибудь. Извиняюсь. Ладно, я извиняюсь, что-то я реально какой-то фигни, вот полной чепухи вам тут сейчас нагнал. И вообще непонятно, зачем я это сделал. И мне самому, в принципе, это абсолютно никак непонятно, не поддается никаким описаниям, никаким ощущениям и вот всему прочему. Так вот, что я вам могу сказать в этом самом последнем выпуске Сампнюса? Во-первых, я хочу вам сказать, чтобы вы подписались на мой канал, поставили колокольчик, ведь тут помимо вот этого самого Сампнюса, то есть на Сампнюсе, как лично я считаю, жизнь-то не заканчивается. Еще будет много разнообразных видеороликов, таких, как там какие-нибудь там просто вот рассказ о каких-то новостях в отдельном ролике. То есть не так, что какие-то микроновости я рассказываю, а вот рассказ о каких-то отдельных новостях вот в этом самом видеоролике. Вы были со мной на протяжении всех этих 30 плюс выпусков. И спасибо тем, кто смотрел каждый выпуск просто из-за того, что их веду я. Не из-за того, чтобы рассказываться о чем-то интересном, а просто из-за того, что вам нравится смотреть мои ролики вот чисто из-за меня. Спасибо вам за это большое, я надеюсь что в будущем, что в будущем будет еще много разнообразных форматов и мы не остановимся на одном САМП Ньюфсе и в принципе на всем, 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 всем вот этом вот остальном. А так, что я вам могу сказать, САМП Ньюфс завершился, но вот новый сезон САМП Обзора, САМП Обзора сезон 2, он открывается и будет первая серия первого сезона, первый выпуск, 1 сентября 2019 года в 20.00 на этом канале в виде премьер, поэтому приходите, смотрите, заходите и делайте еще много разнообразных вещей. Ну а с вами был, сами знаете, наверное, кто, я даже, нет смысла как-то представляться или наподобить того, всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.